В эфире программа День города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите. Депутаты областной думы приняли проект бюджета на 2016 год. Кто должен обеспечивать людей с ограниченными возможностями необходимым оборудованием? И обо всем подробнее в Рязанской областной думе прошло очередное заседание, на котором региональные парламентарии приняли проект бюджета на 2016 год. Бюджет региона принимался исходя из базового сценария социально-экономического развития. Впервые в истории он бездефицитный. Важно и то, что со следующего года предусмотрено поэтапное сокращение государственного долга области. Это сделано для того, чтобы не привлекать новых заимствований под расходные части и сделать расходную часть жить посредством, потому что достаточно большая часть средств уходит на обслуживание долга. Председатель областной думы Аркадий Фомин в комментариях к журналистам обозначил ряд направлений бюджетной поддержки, способствующих развитию региональной экономики. В их числе поддержка управляющих компаний, создающих инфраструктуру для работы технопарков. Одна из особенностей бюджета – он сформирован практически полностью по программному принципу. 95% расходной части – это расходы на реализацию госпрограмм. Государственная программа – 18 из них и 11 ведомственных, что дает возможность нам более эффективно его использовать и осуществлять контроль над расходной частью бюджета. Причем контроль не только по достижению результатов, но еще и промежуточные этапы контроля предусмотрены по этому принципу. Кроме того, запланирована индексация социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, семьям военнослужащих. С 1 октября на 6,4%, а также с 1 сентября будут индексироваться стипендии студентам средних профессиональных учебных заведений. В общем и целом можно сказать, что бюджет реалистичный и выполнимый. Доходы населения возрастут с 25 700 рублей в 2016 году до 30 000 в 2018 году. При этом с учетом инфляции реальные доходы населения за три года прогнозируемого периода возрастут на 4,4%. Главное то, что по-прежнему бюджет остается социальным, основанным на исполнении указов президента, в приоритете эффективность использования бюджетных расходов и работа над повышением доходной части областной казны. Забота об инвалидах – неотъемлемая часть цивилизованности нашего общества. В Доме печати сегодня состоялась пресс-конференция, на которой были обсуждены вопросы по обеспечению людей с ограниченными возможностями, необходимыми техническими средствами. С 2005 по 2010 год обязанности обеспечения за счет федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации, а это костыли, кресла-коляски, протезы и так далее, была возложена на фонд социального страхования. С 2010 года эти полномочия передали Министерству социальной защиты Рязанской области. Однако с 1 января 2016 года они вновь возвращаются в региональное отделение фонда социального страхования. Конечно, у нас уже от того, что было в 2009 году, ничего не осталось. У нас не осталось ни помещений, ни людей, которые этими занимались, ну и так далее. Все это ушло в небытие, потому что за 6 лет, конечно, изменилась вообще и система подхода, и система организации работы, и нормативная база, и так далее. То есть, фактически, мы сегодня не начинаем эту работу не просто с нуля, мы ее начинаем, знаете, как бы с некого фолькстарта, я бы так сказал. Потому что, если другие регионы, значит, они в теме, то мы фактически вот как бы должны сегодня из пепла вот этого вот заброшенного восстать опять, да, и чего-то, чтобы у нас все с 1 января, ну не с 1, с 11, по крайней мере, все заработало так, чтобы все были довольны. 12 октября этого года заключено соглашение о приеме передачи полномочий. Уже формируются резервные кадры для структурного подразделения, которые будут снабжать необходимым оборудованием людей с ограниченными возможностями. Также проводятся переговоры с руководителями многофункциональных центров области, для того, чтобы заявления от инвалидов могли приниматься вблизи их проживания. Помимо этого, создаются электронные сервисы, через которые в Фонд социального страхования будут поступать данные об этих гражданах. Речь идет прежде всего о базе данных в электронном виде, потому что на сегодняшний день одной из основных наших задач является создание целой системы электронных сервисов. Только за счет этого мы можем своей небольшой, так скажем, чистенностью, которая как бы у нас сформирована, достаточно благополучно осуществлять эти функции. А прием документов планируется в том же помещении, где проходила раньше, улица Садовая, 33. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Гололедица на дороге, невнимательность. Обстоятельства сложились так, что на Рязанской Северной окружной вновь в результате аварии погиб человек. С подробностями Оксана Тебенихина. Очередное дорожное происшествие на Северной окружной унесло жизнь молодого рязанца. Авария произошла днем во вторник. 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «Вольво», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Зил» под управлением 35-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте автоаварии, а водитель грузовика с травмой обращался в больницу. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 28 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 354 нарушения правил дорожного движения. Задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще один человек отказался от прохождения освидетельствования. После атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 вблизи турецко-сирийской границы МИД Российской Федерации посоветовал россиянам не ездить в Турцию, а все крупнейшие туроператоры приостановили продажи путевок в эту страну. Оксана Тебенихина выясняла, как обстоят дела у рязанских туроператоров. По мнению специалистов, отмена продаж путевок в Турцию может крайне болезненно сказаться на российском турбизнесе, так как именно Турция и Египет составляли 60% от всех продаваемых путешествий. Даже с учетом сокращения на 26% из-за кризиса туристов в Турции, этим летом там все равно отдохнуло около 3,5 миллионов россиян, плюс Египет 2,5 миллиона, то есть около 6 миллионов человек. И это более 60% всего выездного туристического рынка. Турция и Египет – два системообразующих направления по выездному туризму. Как отреагировали туристические фирмы на такие меры? Вот апрель он покажет. То есть, да, надо понимать, что раннего бронирования по Турции уже не будет, когда можно было сэкономить прилично на покупки заранее путевки. А вот начало апреля, если ситуация не стабилизируется, и не пустит, опять не откроет чартерную программу по Турции, тогда уже да, тогда уже будет как бы вот вопрос. Тогда, ну, будем решать по ситуации, все в ручном режиме. Естественно, мы подготовимся к этому, проведем какую-то работу со своими постоянными клиентами. Ну, ничего такого страшного, как бы опять-таки в этом не вижу. Тур-операторы увеличат свою долю на российских курортах. Но полностью перевести всех на отечественный туризм вряд ли получится, в том числе и по экономическим причинам. По количеству и видам отелей, инфраструктуре. Поэтому туристические деятели надеются на то, что запрет будет носить лишь временный характер. В ближайшее время отрасль сможет перетерпеть его, так как ноябрь-декабрь для Турции не сезон. Однако, если конфликт усугубится и приостановка продаж продлится 2-3 месяца, то ущерб для туристического бизнеса на порядке превысит потери от запрета полетов в Египет, которые составили порядка 2 миллиардов рублей. Причем правительство отказалось компенсировать им эти деньги, заявив, что лучше потратить средства на инфраструктуру для внутреннего туризма. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, в данный момент в Турции находится около 10 тысяч россиян. И на ближайшее время, в том числе и на новогодние праздники, продано 6 тысяч путевок. Мы сейчас с операторами уже на сегодня, в принципе, закончили переговоры, и ждем возврата денежных средств, чтобы передать в полном объеме, то есть не вычитая никаких наших комиссий, ничего полностью, вот сколько турист нам внес денег, столько мы отдали. Туроператоры начнут возвращать за них деньги. Сезон в Турции сейчас низкий, путевок продано мало, поэтому по возвратам не должно возникнуть проблем. Другой вопрос – а что продавать? Куда отправлять туристов? Ведь Турции с ее уровнем сервиса, системой, все включено, будет крайне сложно найти альтернативу к той же ценовой категории. Заменить чем-то Турцию можно. Это, я думаю, не проблема. Страны вокруг Средиземного моря, отели клубного типа и по системе все включено. То, что так нравится и неспроста нравится, мне это тоже нравится, это комфортно для семейного отдыха. Там найдутся такие варианты, так что, я думаю, какой-то такой патовой страшной ситуации не будет. Поэтому у нас какой-то таких внутри организации изменений, экстренных обучений, еще чего-то, заключения новых договоров с операторами – нет. Такого нет. У нас все есть, потому что все это было давно. Но все налажено. Правительство Российской Федерации приняло решение об отмене безвизового режима с Турцией с 1 января 2016 года. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о немедленном прекращении продаж туристических путевок в Турцию и отмене всех чартерных рейсов в эту страну сразу после того, как оттуда будут вывезены оставшиеся российские туристы. Как это отразится на выборе места отдыха, россиян пока неизвестно. В любом случае, русо-туриста всегда найдет себе развлечение в любых условиях и при любых ограничениях. Телекомпания «Город» получила независимую журналистскую премию «Легкий стиль», учрежденную в память об известном рязанском журналисте Дмитрие Проскурине. В прошлом году премия вручалась только сотрудникам печатных изданий. В этом жюри решила наградить так называемым «пером Проскурина» коллег из интернет-изданий, радио и телевидения. В телекомпании «Город» вручили премию «Легкий стиль». Награда, учрежденная в память известного рязанского журналиста Дмитрия Проскурина, ушедшего из жизни в 2012 году, вручалась во второй раз. Церемонию приурочили ко дню рождения Дмитрия. Лучшие работы выбирались путем общественного голосования по итогам оценки журналистского сообщества. Прежде всего актуальность вопросов, прежде всего умение изложить актуальность вопросов. И самое главное, чтобы читатель, телезритель, слушатель воспринял эту ситуацию душой и сердцем, так, как это делал Дмитрий Проскурин. Изначально премию вручали сотрудникам печатных изданий. Однако в этом году формат конкурса был расширен. В нем приняли участие не только газеты, но еще интернет-порталы и телеканалы. По итогам оценки коллег, обладателями легкого стиля в этом году, были признаны газета «Панорама города», областное радио «Рязанский деловой портал», юрист информационного агентства «Малая Родина» Вячеслав Шашнов, фотограф Владимир Ковынов за серию снимков «Раковый корпус», журналист Виктор Петренко и телеканал «Город». Благодарю вас за высокую оценку нашего труда. И вот этим пирогом мы постараемся написать новые замечательные страницы на нашем творческом пути. Спасибо большое. Известный рязанский журналист Дмитрий Проскурин в разные годы сотрудничал с такими изданиями, как «Вечерняя Рязань», «Новая газета», «Мещерская сторона». По общему признанию коллег, он прекрасно владел словом и очень бережно к нему относился. 27 июня 2012 года Дмитрий скоропостижно скончался. Ему не было и 33-х. В 2014 году с инициативой провести конкурс для независимых журналистов в Рязани выступили друзья Дмитрия Проскурина. Те, кто лично его хорошо знал и работал с ним в разных изданиях. Большую помощь и поддержку организации мероприятия оказала его мама Светлана Ивановна. Премия «Легкий стиль» ежегодно вручается в день рождения Дмитрия 1 декабря. Иван Крестьянинов, телекомпания «Город». Несмотря на то, что зима на дворе пока всего лишь календарная и погода радует нас теплыми деньгами, климат есть климат и без настоящих холодов мы вряд ли совсем обойдемся. И если в вашем гардеробе до сих пор нет шубы, то самое время ее приобрести. Сегодня в Рязани в кинотеатре «Родина» открылась новоторжская ярмарка за шубой. Вас ждут более тысячи красивых шуб и дубленок для мужчин и женщин. Много новых моделей. Все из натурального меха. Размеры от 42-го до 60-го. Выбор мехов богатый. От мутона до норки. Все по выгодной цене. Новоторжская ярмарка – это крупнейший производитель и большая меховая российская выставка продажа натуральных шуб и дубленок. Вот посмотрите на наши торговые залы. Здесь каждый, и мужчина, и женщина выберет себе шубу по своему вкусу и достатку. Без покупки вы не уйдете. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда при предъявлении удостоверения скидка 5%. Особое внимание обратите на превосходные норковые шубы новоторжской ярмарки «Зимос». Для их пошивы используется отборное сырье и легендарная норка «Блэк-глама». Впервые шубы «Зимос» из норки собственного зверохозяйства новоторжской ярмарки по цене от 99 тысяч рублей. Всегда мечтала о норковой шубе. Очень рада, что в наш город приехала новоторжская ярмарка. Прям первый день пришла, перемерила огромное количество изделий и остановилась на норковой шубе из «Блэк-глама». Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Мех качественный, гарантия до года, кредит. За шубой на новоторжскую ярмарку в кинотеатре «Родина» по 6 декабря включительно. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова